Не может без сохранников король, когда идем сражить другом земля, всегда мы подле, подле короля. Вики, ну знаю, вам всегда говорят, что настоящий, можно за вас позвольствоваться. Не всегда, но часто. Расскажите, вы не устали? Вот у меня главный вопрос. Потому что это же хоть и работа мечта, но вы же все равно устаете очень-очень сильно. Я очень устаю от отсутствия сна и перелета. Буквально вот недавно я прилетела, у меня был 22-часовой перелет. У ребят моих, они только долетели 36 часов. Это максимально сложно. И тебе приходится сразу же приезжать, и ты уже в кадр так остаешься. Доброе утро, друзья, это Орел и Решка. Когда вся жизнь одно большое приключение, эта серия будет, вероятно, называться «Райская Самара». Сюда Регина Тодоренко тоже привела монетка. За нее Орел или Решка решила мега и пригласила стать лицом с обложки нового каталога. Вы же вот весь мир объехали. Принца-то где? Ой, мне кажется, что принца так просто не встретить. Принца нужно слепить. Вы же уже были замужем за бананом. То есть вы еще браке с ним получаете? Видите, я притянула такого мужа. Значит, сослужила именно банан. Как выглядит на миллион, имея не золотую карту и даже не всегда 100 долларов в запасе, а простую среднестатистическую зарплату. Фэшн-совет от самой знаменитой путешественницы страны. Яркая, общительная, непосредственная Регина с первых минут дает понять, она живой пример того, как исполняются мечты, да и дотронуться до звезды. Вполне реально. Регину разбирают на бренды, чтобы получить тренды. Она, как никто, разбирается в мировом шопинге. Пока телеведущая на закрытой пресс-конференции советует, в чем лучше поехать на сафари, а в чем выпить ароматную чашечку латы в парижской кафешке, за стеклом ее ждут поклонники, которым ни до сафари, ни до Парижа с его кофе нет никакого дела. Ибо Регину Петровну вблизи рассмотреть уже отпуск. Леся, она какая? С ней легко работать? Конечно, с ней очень смешно и весело работать. С ней хорошо работать. Мы, кстати, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, мы с ней практически не ругаемся. Разве что, может быть, какие-то у нас творческие разногласия, но в целом, когда каждый из нас выигрывает золотую карточку, вот так-то золотая карточка, то ли я, то ли она, обязательно что-нибудь довозьмем вкусненькое, привезем какой-то подарочек, той, которая обеззывала два дня. В Уфе мне дарили чак-чак, в Ростове мне привезли раков. Я думаю, что Самара тоже чем-то же богата. Говорят, что у вас очень вкусный шоколад, правда? Вот, я думаю, что сегодня мне привезут шоколад и жду его. Люди целуются, и мне это нравится, я тебя забуду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова